здравствуйте у нас сегодня томск дело врачей продолжается клинике санте и до конца но все таки будет доведено к сожалению если что-то не изменится измениться может потому что пришел новый прокурор сергей ломакин бывший первый заместитель прокурора ленинградской области и есть надежда что он обратит внимание на на наши фильмы на то что творится в томске с дорогами с той же клиникой санте с алексеем вавиловым его команды неприкасаемых это те же самые ренат аминов и вся эта команда замечательная в кавычках конечно замечательные дельцов ну а кстати алексей вавил вернулся недавно на днях из германии вот в начале октября через москву полетел в томск летя в самолете как нам стало известно вавилов смотрел фильм трасса смерти а я предлагаю другой фильм посмотреть прокурору новому прокурору мертвая трасса а мертвая трасса это левобережная дорога в которую грохали 2 миллиарда рублей и она умерла 2 миллиарда бюджетных рублей ушли были закопаны ну как они закопаны закопаны то не 2 миллиарда а гораздо меньше а вот где остальные деньги на этот вопрос может ответить и следственный комитет и фсб и новый прокурор может задать вопрос алексею вавилову а куда дорогой ты мой человек предприниматель если так можно назвать бизнесмен куда ты делал бюджетные деньги не хочешь ли ты отчитаться вот ты в германию ездишь там деньги возможно в экономику вкладываешь страны нато если бы вавилов просто даже эти деньги положил в банк он бы за это время заработал бы столько же а сейчас в убытке государства и люди приехал он кстати чтобы купить ресторан вот этот замечательный ресторан который вы сейчас видите на фотографии здание на набережной реки ушайки сыроварня ресторан сырная лавка возможно что деньги с этой дороги он вот как раз тратит на покупку этого ресторана хотя конечно сколько там время то прошло с неудачной постройки этой дороги учебно-лабораторный корпус тут был счет и был тгу который тоже компания алексей вавилова строили строили и не достроили и заключили мировое соглашение как и так по госконтракту вы мировое соглашение заключаете много чудес в томске томской области который может расчудесить новый прокурор сергей ломакин задав определенные вопросы определенным людям начать можно с алексея вавилова благо что он приехал в томск и вот он под рукой а задать вопрос это можно ой сколько ой сколько да мы об этом столько сделали фильмов куда делись все предприятия как они были обанкрочены он ничего не боится как и все остальные во всяком случае до момента вот сегодняшнего они особо ничего не боятся а вот еще одно чудо это уголовное дело против врачей клиники томской санте вы узнаете я обращаюсь главному прокурору кто кто там главная цель во первых что там за фактура в этом уголовном деле что там за ущерб вот эти вот 26 миллионов 26 миллионов во первых их вернули я не говорю что маленькие деньги но их вернули 2 миллиарда левобережная дорога где эти деньги где а у в германии может быть может во франции может еще какие-нибудь интересных офшорных счетах найти то может наша прокуратура возможности все есть начальник у фсб потомской области олег трафимов говорят уходит на повышение может быть он на прощание сделает подарок жителям томской области и наведет порядок или же придется надеяться на нового прокурора на нового главу фсб или же нужно надеяться что новый глава у фсб вместе с новым прокурором наведут порядок в томской области давайте посмотрим на дороге вот проспект фрунзе в томске движение народный фронт сняли фильм такой небольшой и вот посмотрите это ремонт в рамках национального федерального проекта безопасные дороги безопасные дороги скажите мне почему никто не сидит ну почему где где эти деньги где они потерялись где в этом проекте федеральном безопасные дороги случился тот надлом что из из хорошей идеи безопасные дороги я Я уверен, что это замечательно хорошая идея, и она совсем другие дороги подразумевала. Где слом этот произошел? Кому-то, может, не заплатили или заплатили не тем? Где деньги? Сколько это стоило? Сколько заплатил государство? Прокурору, мне кажется, очень новому прокурору, самое вот оно, задать такие вопросы. Куда делись федеральные деньги? Еще одно чудо. Ну как чудо? Что-то уже как-то и не совсем чудо. Приколото. А это заместитель главного налогового инспектора Томской области. Оказывается, как нам стало известно, жил у предпринимателя, в его помещении жил, я имею в виду, на втором этаже, Юрий Волков. Юрий Волков занимается мебелью. Вот в городе Асина на улице Боровой дом 16 есть его мебельный магазин. Вот там как раз, как нам рассказали, приколото и жил. Нет ли здесь какого-то конфликта и интересов? Как вот вы думаете? Вот такой риторический вопрос. Это первое. Второе. Что пишут в статьях про Приколоту? Что оказывается, он считает дробление бизнеса оптимизацией просто бизнеса. Понимаете? Когда человек дробит бизнес, у нас вот одна бизнес-ледио, Блиновская, на полтора миллиарда надробила, сидит. Но почему-то, а это сейчас касается компаний, связанных с поставкой медицинского оборудования по госконтрактам, и по госконтрактам многомиллионным, многомиллиардным госконтрактам, бизнес дробится. И прям это называется, оказывается, не уход от налогов, а оптимизация бизнеса. Я надеюсь, что новый прокурор обратит на это внимание, задаст нужные вопросы людям, про которых мы говорили. Это Алексей Вавилов и Ренат Аминов, и команда целая, команда неприкасаемых. Ну, основных мы про них говорим. Пока мы делали это видео, пришла новость. Дмитрий Чернышенко, а это зампредседателя правительства Российской Федерации, проводил видеоконференцию с Томском. И очень с пристрастием спрашивал у них, у Мазура, вообще у правительства, у всех причастных, где студенческий кампус. Почему в других регионах, там же студенты учатся, ума набираются, а у вас еще конь не валялся. Вы даже с местом еще не определились, то есть определились, но это место, это рядом с кладбищем. Знаете, у студентов, у них же карьера начинается, у них все впереди, а тут кладбище. Да еще ехать там минут 60, метро нету в Томске. Мы предлагали хорошее место, вот, в центре города, исправительная колония. Уберите эту исправительную колонию и построите кампус. Студенты вам спасибо скажут, я имею в виду Галажинскому, потому что Галажинский. Галажинский очень так яро выступал за то место, вот, вдалеке, за 60 минут езды от всех корпусов Томского государственного университета. Как туда люди будут добираться, студенты? Туда, обратно. Касательно строительства кампусов, Томск, он позади России всей. Где-то там, сзади, вот где-то там. И если так дальше пойдет, то чем это закончится? Уголовными делами? Кого-то придется посадить? А может быть, крайнего опять найдут? А тот, кто действительно за это отвечает и дальше будет занимать свой пост? Ну что же, мы будем следить за ситуацией. А пока что, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok